Добрый день, коллеги. Спасибо большое за внимание. Я постараюсь интенсивно, как говорят председатели. Мы поговорим о нейодевантной терапии и можно ли ее включить в комбинированное лечение рака шейки матки на сегодняшний день. Сразу скажу, что есть две стратегии. Когда мы используем химиотерапию перед операцией с последующей лучевой терапией, в зависимости от факторов прогноза, либо если мы используем химиотерапию перед химиолучевой терапией. Я покажу всего три исследования, которые вышли за последние полтора года, и мы обсудим на основании этих данных, которые на сегодняшний день. То есть мы включаем с вами в обсуждение химиотерапевта, хирурга и лучевого терапевта. Итак, цели, которые ставят перед собой нейодевантная терапия, они очень простые, правильно? Если мы говорим перед операцией, то вроде как мы должны уменьшить опухоль, снизить риск отдаленного метастазирования, невозможно с хирургического лечения, например, при тех стадиях, где это невозможно на первом этапе. И после хирургического лечения часть больных не получает лучевую терапию. Это для нашей страны, наверное, актуально, потому что не везде есть современные методы лучевой терапии. У нас есть проблемы с лучевой терапией в регионах. Если мы говорим о передлучевой терапии, ну, соответственно, для того, чтобы уменьшить объем опухоли и облучить с большим эффектом. Что нового на сегодняшний день есть? И первое, о чем мы сегодня будем с вами говорить, об исследовании индийском, которое было опубликовано на АСКО в прошлом году. И отцоветов, опубликованного GCO. Это пациенты с первой B2, второй B стадии, рандомизированные исследования. Мы видим, что больные получали химио-лучевую терапию с цисплатином, как стандарт лечения. А контрольная группа получала неодювант. И вот здесь мы видим с вами сразу же отличие по клетоксилоскароплатином, 3 курса. А затем, если не было ответа, они уходили на стандартное лечение. А если ответ был, они получали хирургическое лечение в объеме ПИВР-3. А дальше, в зависимости от факторов риска, либо поднаблюдение, либо получали лучевую терапию. Ну и мы видим с вами, что большинство пациентов – это вторая B стадия, что типично для наших больных. И посмотрите внимательно. Это публикация, которая была в GCO. Группа неодювантной терапии – 316 пациентов. Из них 28 больных не было прооперировано. Если мы с вами обратимся к публикациям вторых фаз нерандомизированных исследований, особенно, конечно, японской работы, говорили о том, что все-таки хирургическое лечение после неодювантной химиотерапии смогло достичь 96% больных. Здесь, конечно, цифра ниже. Причем почему-то в публикации теряется 21 пациентка. Что с ними произошло? И где данных этих не было? Какая-то опечатка, возможно. Что важно для нас? Смотрите, больные, которые получают хирургическое лечение в объеме PIVIRT-3, половина больных не нуждалась в лучевой терапии. То есть у них не было факторов прогноза, позитивных краев резекции, пораженных лимфатических узлов и инфильтрации параметрии. И оставшиеся половины получали лучевую терапию. То есть при использовании неодюванта мы можем избежать лучевой терапии в половине случаев. Но когда мы с вами смотрим на отдаленные результаты этой работы, мы с вами видим, смотрите, это время без прогрессирования. Химия лучевая терапия, стандартная терапия достоверно выигрывает по сравнению с использованием неодювантного лечения и операции. Различия не были показаны для продолжительности жизни. И, безусловно, с одной стороны, что мы не ухудшаем продолжительность жизни больных, но снижение времени без прогрессирования авторам позволило сделать вывод о том, что химия лучевая терапия на сегодняшний день является у нас стандартом лечения. И все остальные вещи, как химиотерапия перед операцией, это является экспериментальным режимом для лечения больных. Запоминаем цифры, да, мы потом к ним будем обращаться, что пятилетний общий выживаемый 76% в обеих группах. И что здесь было важно показано? Посмотрите, в подгрупповом анализе было достоверно показано, что группы с 2B, то есть максимальное распространение болезни, точно лучше лучевая терапия. А может быть, для более ранних стадий, первая B2, вторая A, может быть, стоит обсуждать неодевантную химиотерапию с операцией, но это также должно быть определенное исследование для этой когорты больных. Ну, наши европейские и американские коллеги, когда посмотрели на это исследование, они стали говорить о том, что к этому исследованию было очень много вопросов. Да, разные препараты, платины, много больных не прооперировано, вообще нет данных об объективном ответе, нет данных о степени лечебного патоморфоза. Необходимо провести поданализ именно в группах, которые достигли все хирургическое лечение. Поэтому все стали ожидать следующей работы, в надежде, что вот исследование URTC нам даст окончательный ответ. И действительно, исследование URTC было доложено в этом году на АСКО, да, только-только, месяц назад. Итак, это все те же больные. Первая B2, вторая B стадия. Да, рандомизация на стандартный режим, химио-лучевая терапия с цисплатином и экспериментальный режим, неодювант, платино-содержащий химиотерапию, два курса, затем операция и лучевая терапия по показанию. Все то же самое. Смотрим, что имеем. А вот, более подробно, да, все то же самое. Поехали. Кстати, интересно, что стратификация была по возрасту, гистотипу, фигу и институтам, которые участвовали, но, к сожалению, вот по институтам они не показали под анализ. Я думаю, что это будет в последующем, и это будет интересно. В исследовании большая часть больных была, это больные в второй B стадии, да, они ранними. Первая B2 всего в 26% случаев. В основном плоскоклеточный потип. Но сразу говорю, что говорил, так как исследование еще не опубликовано, дискутант обсуждал о том, что есть погрешности в обсчете результатов. Ну, смотрите, почему-то в исследовании попадают фигу 3-4 больные, небольшое количество, но все же, с другими гистотипами 3 пациентки. И как шло исследование? Смотрите, что интересно. 314 больных в группе неодеванта, да, из них на этапе скринирования вылетело 17 больных, 5%, да, затем вылетело еще 12 больных из-за неадекватной хирургии, да, к которым не проводилась химиотерапия, возможно, они попадали на химио лучевое лечение. И таким образом 31% больных не смогли закончить лечение по протоколу, и закончили лечение всего 217 пациенток, да. Но в то же самое, в группе в контроле происходит вся та же самая история, да. 7% не были на скрининге, выпали, 26 больных суммарно получается по каким-либо погрешностям, и не закончили все лечение, получается 82 пациентки, это 26% больных. Итого 230, запоминаем цифры, тоже будем обсуждать, да. Смотрите, что в группе неодевантной терапии. Они нам пишут, что 74 пациентки, да, то есть 24% не получили хирургического лечения. Причины, ну, токсичность химиотерапии, прогрессирование, недостаточный ответ на лечение, там, отказ от больной и так далее. Но что странным получается, да, 74 пациентки не получили терапии, но при этом не закончили лечение, 85, да, при этом, когда они показывали, вот мы с вами смотрели на прошлом слайде, да, 59 больных против 74, почему-то не совпадают цифры, а вот 74 мы получим, если из 85 вычтем 3 пациенток, у которых химиотерапия либо не начиналась, либо по каким-то другим причинам. То есть есть некие погрешности в оценке. Ну, и самое главное для нас, смотрите, какая химиотерапия, да, половина больных получили монотерапию со сплотинами, все, да, что уже давно не обсуждается при Неодиванте. Это комбинированные схемы в основном, и комбинация с паклитоксилом, паклитоксилом, сифосфамидом получила 20-19% больных. В группе химии лучевой терапии также мы видим 20 пациенток не получили лучевой терапии по разным причинам, отказ больной, там нарушение протокола и так далее, да. То есть, но если мы начнем смотреть по тем таблицам, которые были до этого, мы видим, что 23 пациентки не было включено, и 15 никогда не начинали лечение. Это однозначно больше, чем 20 пациенток, которые написаны здесь. То есть, как они анализировали результаты, вообще нам непонятно. Ну и мы видим, что цисплотин получила 87% больных, цисплотин с таксолом, как радиомодификатор, да, паклитоксилом 13% больных. Таким образом, 96% пациенток получили все полное лечение. Что важно для нас, да, для той группы, которая получает Неодиванг? Это какой объективный ответ? Мы понимаем, что при раке шейки матки объективный ответ, полный лечебный патоморфоз, в данном случае имеется в виду, в небольшом проценте случаев. Что мы видим с вами, да, полный лечебный патоморфоз был достигнут в 23% случаев, но мы видим с вами, что наихудший из них был, конечно, в группе цисплотином в монорежиме, а наилучший в комбинации, да, с паклитоксилом и фосфамидом. И этих больных у нас было меньше всего в этих подгруппах. И что же с вами видим? Вроде как небольшие различия на одну пациентку, но погрешности в подсчете. Смотрите, 54 пациентки в этой табличке, а в этой табличке уже 55. То есть они перебрасываются туда-сюда, если мы начнем анализировать. По поводу лучевой терапии, да, смотрите, что получается. В группе неодевантного лечения лучевую терапию адевантно не получили 73% больных. То есть 73% пациенток после операции ушли под наблюдение, да, и небольшой процент больных получил лучевую терапию, что также важно для нас. Ну, а теперь будем с вами… А, ну и самое главное, под анализ смотрите абсолютно другие числа пациентов. Откуда вот эти цифры взялись, абсолютно не ясно. И теперь смотрим на отдаленные результаты. Верхняя синяя кривая – это лучевая химия, лучевая терапия. Да, красная кривая – это неодевант плюс операция. И мы видим, что в анализе интерншот-у-3, то есть все больные, которые получили лечение, мы видим различия, да, 74 против… Ой, сейчас здесь плохо видно, 74 против 76% в пользу лучевой терапии, да. Это общая выживаемость. Результаты были статистически незначимы. Однако, если мы смотрим с вами на время беспрогрессирования, есть достоверные различия в пользу лучевой терапии. Опять же говорим, что конечная точка исследования была продолжительность жизни, продолжительность жизни в течение 5 лет. И у нас получается, что два режима одинаковы между собой. В подгруппах больных, которые закончили весь этап лечения, да, мы видим, что также не было различий по продолжительности жизни. И только… Ну, не было различий по времени беспрогрессирования, но группа с лучевой терапией, да, эта кривая идет выше, чем кривая для операции и неоадиванта. Под анализ нам показал о том, что вторая B-стадия однозначно нужно проводить лучевую терапию. Для первой B-1, да, этой стадии, может быть, стоит обсуждать дополнительные исследования, для того, чтобы говорить, что для этой когорты больных, может быть, может показан такой вариант лечения, как неодивантная химиотерапия и операция, но это должно изучаться. Что сказал дискутант? Да, дискутант сказал одну вещь, да, что, в принципе, результаты исследований интересны, однако мы должны ждать с вами полновесной публикации, потому что непонятно почему кривая по продолжительности жизни на 17% идет выше, чем ПФС. Возможно, что есть потери больных, да, в анализе по продолжительности жизни, отсутствующие или непрослеженные пациенты, поэтому они говорят о том, что мы ждем полновесной публикации для того, чтобы сказать о том, однозначно хуже химиотерапия, неодивантная с операцией относительно лучевой. Но на сегодняшний день мы говорим о том, что химио-лучевая терапия – это стандарт лечения, что все наши варианты с неодивантным терапией должны проходить только в рамках протоколов, клинических исследований. Но если мы с вами обратимся к результатам различных вторых фаз, которые проходили до этого, посмотрите, что самое эффективное мы видим режимы с полными лечебными пантоморфозами, фантастическими – это режимы, тройные схемы с поклитоксилами, фосфамидом и цисплатином, где совсем небольшой процент больных нуждался в лучевой терапии. Посмотрите на пятилетнюю выживаемость. Пятилетняя выживаемость в этих исследованиях намного выше 90-80%, чем в группах, в том исследовании, которое мы показали, а там мы, помните, обсуждали пятилетнюю выживаемость 74-76%. То же самое касается дозы интенсивных режимов, когда проводились еженедельные различные введения. Мы с вами видим неплохие пятилетнюю, трехлетнюю выживаемость для этой группы больных в сравнении с тем исследованием, которое мы только что с вами видели. Таким образом, мы говорим, что неодевант у нас с операцией, это метод, который изучается в клинических исследованиях, нельзя его вводить в рутинную практику, в обычную. И, может быть, скорее всего, что он эффективен для группы больных с первой В2. Для второй В у нас остается стандартным химио-лучевой терапии на сегодняшний день. Что касается неодеванта перед лучевой терапией, у нас очень часто лучевые терапевты любят обратиться к химиотерапевтам с этой просьбой, когда мы начинаем обсуждать нас вместе. У нас в 2018 году была работа, рандомизированные исследования, 2-я В, 4-я А стадия, которые получали неодевант на цисплатин с генцитабинозом, затем химио-лучевой терапию и контроль цисплатин с лучевой терапией, еженедельный наш стандарт. Ну что мы видим? Что в основном это были распространенные стадии, 2-В, 3-В, пускоклеточный рак, и уже здесь мы видим с вами объективный ответ. Достоверно выше был объективный ответ на химио-лучевой терапии просто, чем использование химио-лучевой терапии в комбинации с химиотерапией перед этим. 50 против 82%. И если мы посмотрим с вами на кривые, они не имеют статистической достоверности, но мы здесь сами видим, верхняя кривая – это химио-лучевая терапия. Нижняя кривая – это неодеванта плюс лучевая терапия. Мы видим, что верхняя кривая у нас однозначно идет выше, поэтому на сегодняшний день у нас нет подтверждения эффективности неодевантной химиотерапии перед лучевой терапией по радикальной программе у больных с этими стадиями, поэтому наши любимые лучевые терапевты на сегодняшний день остаются в одиночестве. Но возможны ли такие режимы? Они возможны только в клинических исследованиях. И у нас сейчас есть две работы, которые мы с вами ждем. Это исследование интерлейс. Третья фаза, которая в принципе должна выйти уже этой осенью, по идее. И вторая работа – это Outback 3 по сравнению стандартной лучевой терапии либо неодевантной терапии, пакликарба, там 3 или 4 курса перед химиоучевой. Ну, дождемся этих работ и будем обсуждать. Что касается наших данных, очень кратко, их на самом деле немного. Покажу, что с 2015 года мы начали исследование второй фазы по неодевантной химиотерапии переракю шейки матки. У нас работает три отделения. Отделение химиотерапии, клиническая фармакология, химиотерапия, гинекология и радиотерапия вместе. В это исследование включаются больные с первой B2, второй B стадии. Праймер-индпоиндом у нас является полный лечебный патоморфологический ответ. Мы проводим интенсивный режим химиотерапии по комбинации доцитокселцисплатин и капицитабин – постоянный прием. То есть пациенты получают доцитокселцисплатин еженедельно в течение восьми недель. И капицитабин постоянно до операции. Затем хирургическое лечение в зависимости от факторов риска. Мы с вами облучаем пациентов или нет. Для того, чтобы мы достигли нашей конечной точки, нам нужно 36 пациентов, чтобы мы могли что-то показать. Промежуточно на сегодняшний день у нас оперировано 25 больных. Это молодые больные, в основном 44 года медианного возраста. В основном это вторые B стадии, плоскоклеточные варианты. Всего две пациентки почему-то с эмоционозной данной карциномой попали. Все восемь недель лечения выдержали 80% больных. Часть из них, это четыре пациентки, была токсичность, что не позволило проводить все восемь недель, а это пять недель. Запрогрессировала одна больная. Операция была проведена 84% пациенток, 21 больной. И в одном случае был отказ пациентки от хирургического лечения, в одном случае прогрессирование, в другом массивный тромбоз. Хирурги отказались от этого, и процесс был признан неоперабельным. Ну и первые данные, которые мы имеем по лечебному патоморфозу, лечебный патоморфоз четвертой степени у нас достигнут у четырех пациенток, и у пяти больных лечебный патоморфоз третьей степени. Оценка проводилась как для рака молочной железы, потому что для рака шейки матки оценки по лечебному патоморфозу невозможно. Но видите, сколько лимфатических узлов приходится изучать. Медиана составляет 46. Максимально наши бедные морфологи изучают почти 95 лимфатических узлов с одной операции. Адювантная лучевая терапия понадобила семи больных, и это всего одна треть. То есть на сегодняшний день 66% две трети пациенток находятся под наблюдением без последующей лучевой терапии. И очень кратко первые отдаленные результаты. Мы наблюдаем уже медиану 27 месяцев, то есть два года у нас прослежены больные. И за этот период у нас случилось всего одно прогрессирование и одна смерть. Соответственно, этой больной все остальные пациентки находятся под наблюдением без признаков болезни. Ну вот мы дальше набираем. У нас стоит вопрос о том, нужно ли нам набирать 2Б стадию по результатам тех исследований, которые на сегодняшний день есть. Этот вопрос, конечно, открыт. Ну и мы будем дальше обсуждать. Так что спасибо большое за внимание. Продолжение следует...